Брошенный москвич возле 14-го лицея знаком каждому жителю близлежащих домов, а вот точное время, когда автомобиль оказался без хозяина, не помнят даже старожилы. Сейчас салон легковушки, излюбленное место детворы, а в теплое время года, со слов жителей, здесь иногда ночуют бездомные. Нижнекамцы даже обращались в лице, возле которого и стоит этот раритет, но борьбой с автохламом учебное учреждение не занимается. Мы решили узнать, что мешает коммунальным службам убрать развороченный москвич. Эта машина давно знакома представителям управляющей компании. Во время ремонта дорог возле лицея дорожникам пришлось помучиться. Эта проблема уже возникла в 2016 году. Мы пытались найти водителя данной машины, но безуспешно. Мы произвели опрос всех жильцов, чей это транспорт, но в итоге результат безрезультатно. Эта машина очень нам мешала в 2016 году, когда мы проводили работу с дорогами. Но безуспешно. Нам пришлось своими руками просто толкать эту машину, для того, чтобы сделать дорогу даже вот таким образом. Также коммунальщики показали и отечественную девятку, которая стоит прямо возле управляющей компании. С их слов, машину хозяин бросил давно, накопил много штрафов и решил расстаться со своей ласточкой. За время простоя местные жители разобрали транспорт. Самостоятельно вывезти автохлам с территории коммунальщики не могут. Нет таких полномочий. Заниматься этим должны сотрудники административно-технической инспекции, к которой мы и обратились. Если в вашем дворе больше полугода стоит подобный заброшенный автомобиль, который мешает проезду, проходу или просто портит внешний вид двора, вы можете от него избавиться, позвонив по телефону, которые видите на своих экранах. Евгений Авдеев, Лисанн Саитова, телеканал «Нефтихим».